Приветствую вас Амелия. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Я полагаю, что вопрос для вас достаточно важный, несмотря на то, что он в целом весьма короткий, довольно, ну, такой, несодержательный, если можно так сказать, так выразиться. Вот, но тем не менее. Смотрите, вы не знаете, как правильно поступить. Я буду с вами чистым в этом смысле. Мы тоже не знаем, как правильно поступить. Потому что это ваша жизнь, это ваш выбор, это ваши отношения, это всё ваше. И мне кажется, не совсем правильно было бы нам со своей стороны советовать вам, как вам же поступало. Просто потому что, получается, что не вы живёте, а мы вам советуем. Это неправильно. Надеюсь, вы к этому отнесётесь с пониманием. Дальше. Вы пишете, что жили с мужчиной три месяца и ушли, потому что он сидит на сайте знакомства и даёт номер. Общается, перезванивается, но вы ушли. Это понятно. Вы ушли, потому что вам не понравилось его поведение. Вы ушли, потому что вы считаете для себя неприемлемым то, что делает мужчина. Я вас понимал. Не совсем понимаю, что значит, когда вы говорите, что он опять появился. Не совсем понимаю, когда вы говорите, что вы встречались с ним несколько раз. То есть, вы дали ему шанс, ну, мужчине. Я имею ввиду. Или как. Вы рассчитываете на то, что он изменится. Или что. То есть, вот это, на мой взгляд, достаточно. Важный момент. Как мне, ну, как мне представляется, по крайней мере. Дальше. Вы пишите. Значит, встречались два раза. Опять сидит там. Поднять вопрос напрямую спросить, что у нас за отношения, как мы дальше будем, или как правильно поступить. Вы сами догадываетесь, какие у вас отношения с человеком. То есть, скорее всего, вы знаете, какие у вас отношения. Ваши отношения крайне поверхностные. Ненадежные. И, очевидно, что вас это не устраивает. Иначе бы вы не обращались бы к нам назад. Вот и всё. Я думаю, что вы не хотите посмотреть правде в глаза. Вопрос только в том, почему вы говорите, что не хотите потерять человека и что он вам нравится. Но ваш ли человек это, и может ли вообще человек принадлежать вам, условно говоря? На мой взгляд, вам, наверное, на этот вопрос нужно постараться найти ответ. Потому что в противном случае мужчина может получить возможность вас использовать. Как он это, на мой взгляд, на мой взгляд делает сейчас. Он пользуется тем, что вы в нём нуждаетесь. Он пользуется тем, что вы испытываете к нему определённые чувства и делаете то, что хочет. С другой стороны, сложный момент заключается в том, как вас задевает. То, что он, условно говоря, делает на сайте знакомств. Особенно, если до реальных встреч не доходит. Если вы ревнуете, например, то это больше про вашу неуверенность в себе, если вы ревнуете. Если вы обижаете, вам что-то задевает и прочее-прочее, то это всё отдельные моменты, на которые вам нужно обратить своё внимание. Ну, потому что, потому что это влияет на вас. И влияет достаточно сильно, к сожалению. Настолько, что вы не можете быть естественным в отношениях, не можете быть собой в отношениях и, соответственно, находитесь в подвешенном состоянии. Глобальная ситуация такова, что вы находитесь в неопределённости и не можете сделать выбор. Вы можете сделать выбор, в какую же сторону вам двигаться. Куда вам двигаться. И вопрос весь заключается в том, чтобы научить вас делать этот выбор. То есть, чтобы вы могли сами делать выбор, без необходимости прибегать, например, к нашей помощи. Без необходимости спрашивать нас. А помните, что вот вам делать. Если вы готовы, если вы хотите, мы вам поможем. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Сейчас я ещё посмотрю. Так. Говорят, что делать. Ряд не хочу. Нравится. Не знаю, дарить или нет. Ну вот, опять же, здесь вопрос о том, стоит ли дарить. Да? Я бы сказал так. Если у вас возникают определённые ожидания. Вот. А просто вы, ну, можете ему что-то подарить. То не надо. Потому что, скорее всего, будете страдать. Именно, именно вот по той причине, что человек может не оправдать. Ваши надежды. И может поступить, в общем-то, так как хочется ему. А не вам. Ну, если ожиданий нет. И никаких. То, конечно, подарите. Я уверен, что ему будет приятно. Стоит отметить также и то, что если вы человека любите, если у вас есть к нему чувства, то они невозможны без принятия. Что такое принятие человека? В данном случае принятие это вот именно принятие его такой особенности. Да? Да? То, что он сидит на сетах знакомых. Если вы не готовы принять его такую особенность, а вы не обязаны, то на данный момент этот человек не ваш. И какими бы не были ваши отношения, вам не подходит это. Вот. Примерно так. Я думаю, можно ответить вам на вопрос. На этом все. Желаю всего самого доброго. И удачи. 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 Удачи.